А это видео из серии Тара-ба-ра-ба-ра-ба-да-ба-да Берите это всегда Вот, в общем, дело в том, что Как бы не гнали волну на мицеллярку И как бы я сама на неё не гнала волну Я посмотрела огромное количество Видео от девочек, которые Разбирают по запчастям Потрясающий совершенно Её состав в кавычках В общем, девочки Никто ничего не имеет против мицеллярки Просто её надо смывать Так же, как Хотя вот у нас пишут, что продукт несмываемый Где тут, где тут, где тут снимают, очищают Ля-ля-ля-ля-ля-ля Не требует смывания Вот оно написано Вот это вот Продукт на самом деле требует смывания Если вы будете его смывать То никаких проблем не будет С вашей кожей и всё Просто вы его очищаете, лицо Кстати, по поводу Вот тут как раз у меня есть биби-крема Вот они, биби-крема Вот как раз мицеллярочки Народу-то и потребовались Для того, чтобы снимать биби-крем Потому что все говорили Вот в этом тональном мне не хватает Вот он сушит Вот в этом тональном мне ещё чего-то не хватает В общем, всем чего-то не хватало Но дело в том, что Биби сделали, он классный Всё Он там и ухаживает И выравнивает И подсвечивает И всё прекрасно И там ещё си-си Ля-ля-ля Но основная проблема этих кремов Биби и си-си была в том Что они не смывались обычной водой Либо там Ну то есть требовалось дополнительное очищение И тогда придумали мицеллярку Вот Поэтому Там не может быть просто вода Это вода с мылом И оставлять это на коже нельзя Вот и всё Очень классное средство Экспресс-очищение Экспресс-ласьон 2 в 1 Снимает макияж даже водостойкий Эффективно Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Без трения, без жидкой пленки, без задушек, все. Но он нуждается в смывании. Здесь производитель оказался честен. И у меня прям бешено, люто, что-то тоники от Гораньер полетели, полетели, полетели. Вообще, прям, вообще быстро так их я и расходую. В общем, все из этой серии я вам могу смело рекомендовать. Только, пожалуйста, снимайте мицеллярку. Просто смывайте ее. Она поможет вам снять водостойкий макияж и плотную текстуру, которая обволакивает кожу. Но после того, как вы это сделали, обязательно умойтесь. И тогда вообще без проблем. Производитель нам врет, что мицеллярную воду Гораньер не надо смывать. Ее смывать обязательно. Ой, люди добрые, красные молодцы, да... Вернее, не красные молодцы, добрые молодцы, красные девицы. Красные молодцы, добрые девицы. Короче, всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Продолжаем тему пустых баночек. Что я уже использовала и беру еще. Значит, я вам показывала, восхищалась вот этим средством. Вот оно, да. Хорошая штучка здесь осталась немножечко на дне. Кстати, между прочим, можете давать своим знакомым, кто еще не пробовал этот продукт, чтобы попользовать, понять, есть ли на него какое-то раздражение. И чтобы человек мог распробовать. Ну, можно, чтобы было чуть больше на дне. Я, например, у меня знакомые с удовольствием так могут попробовать какие-то остатки. Но это... Что это значит? Это значит то, что один продукт у меня закончился, а второй я беру. Все. Значит, это уже, не знаю, фаворит. Да, можно сказать, что это фаворит. Ой, сори. Держи. Так, значит, дав... Да. Да, и еще раз, да. Если в составе алюминиум, есть. Но это тогда, когда вы идете на прием к английской королеве. А в других случаях, если вы прямо такая, разеете за все экологически чистое, ну, можете использовать присыпку, например, какой-то тальк есть в Эрифлейме. Девочки, рекомендую вот это очень-очень сильно. Эвелин, сыворотка для роста ресниц. Вот здесь вот он показывает, что действует с первого раза. Да, ресниц подчеркивает, их становится больше визуально, потому что среди наших ресничек есть очень-очень много мелких волосков, которые мы почти не чувствуем и не видим. И то же самое с бровями у нас происходит. Там есть очень много мелких волосочков, которые мы не видим. Вот этот продукт, он их подчеркивает, обволакивает, делает заметными. И, соответственно, если сверху еще тушь, ресницы насыщенные, их много, они густые. В общем, для тех, у кого совсем там все реденько, я бы рекомендовала, тем более цена очень бюджетная и хватает надолго. Я израсходовала вот такой лифтинг-гель и переместила сюда кокосовое масло из Таиланда. Вот. Пока тепло, пользую понемножечку. Когда будет холодно, я перелью в емкость, из которой я смогу проще набирать, потому что вот эти пульверизаторы, помпы, они не работают, когда продукт замерзает. Вот, соответственно, уже израсходовала вот пустая коробочка. И я взяла себе новый. Новый-новый, ни разу не пользованный. Рекомендую, да, рекомендую. Хорошая штука, обожаю и люблю. Особенно в жару. Это лето нас не особо радует. Вот еще гиалуроновое ночное желе от Новосвит. Да, рекомендую. У них есть еще вот такая гиалуроновая сыворотка. Гиалуроновая кислота и коллаген. Да, Новосвит. Самый бюджетный бренд и самый... Один из самых, я бы сказала, классных. Вот. Гипоаллергенная отдушка. Аромат очень приятный. Аквагель. 24 часа. Рекомендую. Так, тут у меня еще остаток. Я его добью. Я думаю, что в России каждый человек хотя бы раз пробовал это. Если не пробовал, то видел на полочках в ванных комнатах у ваших друзей, знакомых, родных и близких. Скраб очищающий. Сильно втирать его в кожу не нужно. Легкими массирующими движениями. Скраб работает тогда, когда он применяется не чаще трех раз в неделю. Я применяю реже, два раза, один раз. Но это хорошая штука. Я брала и буду брать. И не планирую ни на что пока менять. Работает в зимнее время, либо тогда, когда ваши губы требуют увлажнения, заботы и лечения. Сосвосстановление. Да, это правда сосвосстановление. Чудес не бывает. Я думаю, что там содержится гормон, который усиливает регенерацию кожи и все трещины, вот эти ошметки кожи, трещины кровавые на губах, которые зимой у нас появляются. Как раз все нормально работает за счет таких компонентов, потому что не бывает чудес. Гель классный, да? Люби, доверяй, но проверяй. Не вея сосвосстановление. Буренка, наверное, третья в моей жизни. Что-то она мне уже поднадоела. Но работает на пересохших пяточках, работает на темных локтях, которые ничем, огрубившую кожу не разбавить. Вообще рекомендую, но сейчас я пользуюсь более легкими текстурами, потому что лето. Так, это мы проехали. Это мы проехали. Вот такой вот увлажняющий крем я беру, наверное, уже 6 раз с прошлого года. Он у меня в мастхевах. Хорошо работает как база под макияж. В общем, всем рекомендую. Пользуйтесь, пробуйте. Он достаточно неплох. Я бы сказала, даже хорош. Я бы даже не побоялась этого слова. Великолепен. Антиоксиданты защищают клетки от преждевременного разрушения. Новое поколение увлажняющих, омолаживающих текстур на основе гиалуроновой кислоты, коллагена и мощных антиоксидантов. Классная штука. Я чувствую, как он работает. Это пустая коробочка из-под улиткового крема, который мне прислали из Малайзии. Она уже, баночка на исходе. Скоро покажу в пустых баночках. В общем, буду ли брать еще? Да, однозначно буду. Стоит ли своих денег? Да, стоит. Девочки, вот мне подарочек привезли. Девочки, глинка пересохла. В общем, все, что связано с глиной, не рекомендую на возрастной коже, потому что вытягивает влагу. Все без комментариев. То есть, грубо говоря, да, вы счищаетесь в мертвый слой клеток, но у вас как бы и кожа страдает, девчонки. Кожа сушится в это время, и вместо того, чтобы помогать, такой продукт действует наоборот. Ее потом нужно будет очень-очень мощно увлажнять. А зачем это делать, если можно обойтись без этого? Или зачем туда добавлять масло, если все равно непонятно, что на лице будет в итоге? Смысла не вижу. И вот отдельная песня «Вещи Малегина» 2,5 минуты. Обратите внимание, мы видим цифру 255 рублей на зачеркнутый, и крем уценен. Что сделали эти люди? Они уценили его тогда, когда он протух. Это город Ангарск. В торговом комплексе «Центр» у нас магазинчик этот расположен. В общем, по нормальной цене, сколько должен стоить этот крем вообще, они продают его уже протухший. Поэтому, девочки, кто всерьез заинтересован в том, чтобы косметика «Гринмама» работала на вас, я рекомендую вам покупать ее на сайте, на официальном сайте. Они очень всегда открыто идут на сотрудничество. Девушка, которая работает с блогерами, ее зовут Ирина. Я передаю Ирине большой привет. Но пользоваться этим, к сожалению, нельзя. И даже на обувь это не очень мазать, потому что будет вонять. Вот. То есть, здесь полная туба, полная. Но, к сожалению, в продажу и по нормальной цене она поступила только тогда, когда продукт окончательно пришел в негодность. Итак, сейчас у меня в фокусе руки-ноги. Мой безусловный фаворит по рукам – это бархатные ручки. Брала, беру разновидности миллион. Какую-то часть брала в фикс-прайсе, какую-то часть брала в других магазинах. В общем, девочки, рекомендую бюджетно, качественно для визажистов и вообще всех людей, которые часто моют руки, это можно иметь прямо в сумочке. Сумочный вариант. Всегда намазать ручки. Всегда они будут ухоженные, красивые, замечательные и классные. Советы. Вот такой был крем с триклозаном. Ему 100 лет. Наверное, будет даже в обед. Таскается у меня он очень-очень давно. Израсходован наполовину. Могу ли рекомендовать. Ужасный запах. Не могу понять, работал он или нет. Брала в качестве эксперимента. И вот такой вот против мозоли и натоптыши я задарила в прошлый раз Татьяне. Ну и поехали дальше.